Субтитры подогнал «Симон» 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 Все Боже Слово Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Иудеи и Каппадокии, Ипонии и Азии, Фриги и Памфилии, Египта и околица Ливии, поблизости Киринеи, захожи из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и яровитяне, чуямо, что они говорят нашими мовами про великое дело Божие. И дивывались, и не понимая, что они говорили один одному, что это значит, а другие говорили, что они напили сладко вина. Петро, ставши з одиннадцатьма, подвищив свой голос и промовил до них, мужи иудейские, та мешканцы Иерусалиму, нехай будет это вам, и вы слушайте слова мои, они не пьяны, как вы думаете, Бо зараз третья година дня, а це те, что провещал пророк Иоиль, и будет. Останними днями, говорит Господь, я вилю від Духа Мого на всякую плоть, и будут пророковать сини ваши и дочки ваши, и юнаки ваши будут бачить видение, а старшим вашим будут сниснитися. И на рабов моих, и на рабинь моих, в течение я вилю від Духа Мого, и они будут пророковать. Слава Богу, брати и сестры. Христос сказал, я побудую церкву. Чуете, кто церкву будуе? Не мы, чуете, ніхто из нас людей, будуе Він церкву. Аллилуйя. И говорит, для вас будет лучше, как я пойду. Бо я умолю Отца и пішлю вам другого утешителя, который наставит, научит и что еще сделает. Даже в будущем вам будет лучше. Когда прийдет, Він докорит про грех. Чуете, праця Духа Святого. Він чить, наставляет, докорает, виправляет. Это той, який допомагает, навіть той, який утешает. Это его праця. Брати и сестры, я не раз скажу, тих, кто не хрещені Духом Святым, они и сироти. Докажите, сироти. Я часто пригадую, коли дві дівчинки забегли в хату, и одна кинулась до своей мамы, яка сидела на кресле. Мама приголубила, поцелувала її в голівку. А другая зупинилась на порозе, стала плакати по її щуках, потекли сльози. И мне сказали, ця дівчинка кругла сиридка. Її мама никогда не притуляла до себя. Ей никто не шкодував. И вона плакала, вона не відчувала ласки батьківської, материнської. Ви батьки добре знают, якщо дитина ударилась. Прибігає до мамы, болит, плачет. Мама что робить? Поцелувала там. Біль зникает. Чуєте, чому? Я не раз скажу, чому в медицині не застосовуюсь сьогодні такі ліки. Но факт, допомагає. Чуєте, не тільки якісь пігулки, а любов, тим більше Божа любов вона лікує. Аллілуйя. Одного разу я повернувся, був на одній бесіді, і тільки зайшов в коридор, зазвонив телефон. Я зняв трубку, чую голос. Добрий вечір. Кажу, добрий вечір. Слухайте, я баптист, кручковець. Я в хрещення духом святим, говоріння іншими мовами, не віру. Кажу, я дуже дякую, що ти так представився. Так відрапортував, мені дуже приємно. Але ти скажи, Євангелі віриш чи ні? О, Євангелі віру. Амінь. Більш, кажу, мені нічого не потрібно. Дякую Боже, ти віриш Євангелі. Давай ми будемо досліжувати зараз так по телефону Євангелі. Кажу, відкрий надії святих апостолів, другий розділ. Кажу, тебе в церкві вчили, що інші мови в день П'ятидесятниці Бог послав для того, щоб отим людям, які збіглися з різних держав, різні люди, із Азії, з Італії, різні мови. І ось Бог послав інші мови, щоб всім розказати про Христа. Так чи ні? Каже, так. Чекай, дорогенька, прочитай на п'ятий вірш, якщо там написано. Хто то прибіг? Там написано чітко, іудеї. Вони знали, кажу, єврейську мову чи ні? Досконало знали. Далі, кажу, підтвердження того, що вони добре знали єврейську мову, прочитай на сьомий вірш, якщо там написано. Всі оці, що збіглися, послухали, як ті говорять, і кажуть, чи ж не всі вони з Галилеї. Як знати, хто з Білорусію або з-під Білорусію? А коли ви приїхали? Ми одразу зрозуміли? Як знати, хто з Львова, хто з Закарпаття, хто з Донецька? Як знати? Ми одразу чуємо? І кажу, це потрібно добре знати мову. Якби вони не знали добре мови, вони аж ніяк би не оприділили і не сказали, що це галилеяни. Так що дорогенький тлумач або переговорчик, їм не потрібний був. Вони прекрасно всі розуміли єврейську мову. А він каже, а я теж хрещений. О, кажу, слава Богу. А ти ж казав, не віриш. А коли ти отримав? Ну як, під час водного хрещення? Так, кажу, тебе вчили. А відкріне 19 розділ дії святих апостолів. І читайно, Петро прийшов у Єфес. Чи Павел прийшов у Єфес і знайшов там учнів. І питає, ви прийняли Духа Святого? А вони кажуть, ми навіть і не чули. А що ж ви хрестились? Віганове хрещення. Що робить Павел? Розказує їм про Ісуса Христа. Ідуть ще раз до води, приймають водне хрещення. Аж після всього, коли Павел помолився, поклав руки, і на них зійшов Дух Святий. І як Павел побачив, що Дух Святий зійшов? Говорили іншими мовами. Я одного разу розповідав, як одного православного священника, Бог Христів Духом Святим, що він був навіть, ну, що не знав Христа, як потрібно знати. А один пастор каже, я таке не віру, що Бог невіруючих може хрестити Духом Святим. А я кажу, слухай, прочитай надії святих апостолів, 10 розділ. Петро прийшов, як поляки кажуть, до віжонцих чи до невіжонцих? До невіруючих? Хай Корнілій благочистивий, а родина? І як говорив Слово про Ісуса Христа, Дух Святий зійшов, євреї, які прийшли з Петром, здивувалися, що дар Духа Святого вилився на кого? На язичників, на поган, на невіруючих людей. І що вони робили? Говорили, брати і сестри, багато я сьогодні зустрічаю людей, каже, я хрещений Духом Святим, а молився на інших мовах? Ні. То ти кажу, не хрещений, брати і сестри, я ніде не знайшов в Євангелії, щоб Бог хрестив, і вони не говорили на інших мовах. Хто не говорить на інших мовах, не дуріть себе. Чуєте? Ви не є хрещені. Я так прямо заявляю вам авторитетом Євангелія. Амінь? Ви можете сказати всі амінь? Так написано, брати і сестри, свого часу Мартінг Лютер казав, на цьому я стою, інакше я не можу. Брати і сестри, і я дякую, що Господь післав Дух Святий, що сьогодні ми Його голос можемо чути. Алілуя, я побудую церкву. Хто це грізна, як полки з знаменами? Сестри, брати, що то за знамена? Каже, буде в останні дні. І Ісус Христос сказав, увірувавших в ім'я моє, будуть супроводжувати ось такі знамена, ознаки. Що будуть? Говорити іншими мовами. Так написано в святому Божому Слові. Амінь? І цей чоловік, коли так представився, я по голосі з розумів, молодий, коли він це почув, ну що, кажу, мені скажеш? А він каже, слухайте, а ще ж Іуда пише, а ви улюблені, назидаючи себе найсвятішою вірою вашою, молячись як? Духом святим. А каже, поясни мені, а як то, апостол Павел пише, буду співати розум і співати духом. Молитися розум і молитися духом. Поясни, кажу, як то так. А він каже, і можна приїхати за мене помолитися. Кажу, можна. Помолюся. Брат і сестри, наш є Бог живий. Алілуя. Я хотів би, щоб дійсно ця обітниця виконувалася кожний день. І вона виконується. Бо сьогодні тисячі хрестить духом святим. Бо він сказав, буде в останні дні. Це признак останнього часу. І як ніколи сьогодні діє Божа благодать серед народу Божого. Амінь. Алілуя. Бо час йому діяти, брати і сестри. Я вже відчуваю, і ось сьогодні тут він прийшов. Він буде діяти. Він буде сьогодні говорити до твого серця. Бо він є Бог живий. Алілуя. Я пам'ятаю, як в Білорусі в одному місці Господь в одній баптистській церкві дівчинку 12 років хрестив духом святим. З ознакою інших мов. А вона ж, ну дитина, вона не розуміла, хто там вірить, хто не вірить, хто там що я, ну що отримала. І ось, почули це, і зразу ж тут моментом, як швидка допомога, прийшов пастир. І питаю цієї дівчинки, слухай, це правда, що Бог тебе хрестив духом святим? А вона каже, так. І ти тако говориш на іншій мові, так. І кажу, тако при мені можеш. Ну давай така, станемо на коліна, будемо молитися. Дай Бог, я буду говорити. Як дитина, знаєте, так про статті розповідає, стали на коліна. І Бог її наповнив духом святим. Вона почала говорити на інших мовах. І стала говорити німецькою мовою. А цей пастир, він був, знаєте, колись, от як забирали молодих хлопців, дівчат туди в Германію, от під час війни на роботи, він був там і знав німецьку мову. І Бог через цю дівчинку став говорити прямо фактами. Згадай, тоді, тоді, тебе хотіли ось так і так знищити, хто заступився за тебе? Чи ж не моя рука була? І далі ось тоді тобі дивилася смерть в очі, хто за тебе заступився? А ти сьогодні не віриш в моєму духу святому? І почав Господь через неї все, він знав її ще на світі, тоді не було. А Бог прямо в факті до нього став говорити, і він, коли це почув, отак впав обличчям на землю, почав каятися, просити прощення, і в тому мить Бога його хрестить Духом Святим. І ви знаєте, тут почули, і вже аж вищий Сенідріон приїхав, Верховний. Назначили бесіду, а жінку, знаєте, як будільника накрутять, і він звенить, знаєте, так, накрутили її. І тут бесіда, і другі казали, зречися, то таке, то неправильно, то сяк, то так, і що тільки, хто вже. А жінка аж заволосся його, брала, куди ти, що ти, ти заблудився, ти пішов. А він смиренно, як вівця, ведений на заріз, мовчав. Судили, як хотіли. А один браток був присутній, сидів, спостерігав, мовчав. А потім встає в кінці, каже, слухайте, як наш пастир не був хрещений Духом Святим, не раз на бесідах він всипав всім і жінці своїй добре. А подивіться сьогодні, вона заволосся його бере. Хто, що хоче, то каже, а він мовчить. То давайте сьогодні розберемося, в кому Дух Божий і в кому ні. І як печатку поставлю, всі замовкли і розійшлись, більш ніхто нічого не говорив. Брати і сестри, Дух Святий, апостол Павел каже, ми не знаємо, про що молитися, як належить, але Дух Святий заступається. Я не раз пригадую, коли один брат розповідав, каже, десь о другій ночі Дух Святий розбудив мене на молитві, я, каже, впав на коліна, розбудив дружину, жінко, молимся. Ми, каже, співали Духом, ми плакали, ми молилися, годину, каже, стояли на колінах. І я, каже, взяв до уваги щось Дух Святий, сильно умоляє лице Боже. Каже, лються сльози, щось він так просить, але я не розумів, що він так просить. І коли ми піднялись з колін, я побачив, третя година ночі, глуха ніч. І в той момент зазвонив телефон, такої глухої ночі, ніхто ніколи такого не робив. Я зняв, каже, трубку і чую голос. Не лякайтесь, але, слухайте, ваш син попав в автомобільну катастрофу на мотоциклі. З мотоцикла нічого не лишилось, але він не ушкоджений. А я, каже, перебиваючи запитав, коли це трапилось. Мені відповіли пів годинки тому. Це в той момент, коли ми стояли на колінах. І я не знав, ніх і жінка не знала, і він не знав, що чекає, але це знав Дух Святий. Він підняв на молиту, він звершив свою працю. І апостол Павел каже, він заступається сьогодні. Алілуя. Чуєш, не раз він заступався за тебе. Не раз він виходив на зустріч тобі. Алілуя. Це Дух Святий прославим сьогодні. Ім'я Господня звеличив, бо він достойний слави. Я прошу, всі піднімаємся і молимся. Хай Бог благословить. Щира молитва. Володя. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Хай Бог благословить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok И вот сегодня подается слово для народа, ибо приготовленный стол благодати. И оно будет достигать до глубины для того, чтобы перевернуть борозды сердечные, поднять эти целинные земли, и чтобы слово достигло той цели, чтобы пришло спасение во внутренность. И как важно Роману Сталмена открыть сердце свое, быть внимательным тому, что ныне проговорится на месте сием, потому что Дух Святой готовит невесту к переселению. И как важно пересмотреть вещи, ибо ныне будет подведена черта для того, чтобы подтвердить действия Слова и Духа Святого. Ибо как стал веонумар Майсиды Гебедех Флайду Шталмена умалим многих в жизнях, и центром стало внимание человеческого обозрения, и то, и другое, и Египет. Но нет Голгофа в центре внимания христианства, там, где свершается спасение, там, где раны, там, где кровь завета, и ныне Дух Святой пришел раньше тебе на место сию, для того, чтобы ты пересмотрел жизнь свою, еще и еще раз перелистал эти страницы. Ибо многие только тень ихняя в служении, а они очень далеки, соберись, соберись мыслями, соберись сердцем, сделай дорогу для Господа, и Он войдет вовнутрь твою, и совершит то, что неожидаемо даже сердцу твоему, потому что сильна рука, а Слово имеет силу и власть. И так делайте дорогу, соберите камни на своих полях, для того, чтобы Слово, оно проникало в глубину, оно распахивало эти новины, дабы, когда придет зовущий, мог прийти и сказать, Господи, жата Нива моя, я сделал все по Слову Твоему, ныне еще запрос для души Твоей, К чему ты призван, над что ты поставлен, где твое место служенье, ибо прохожу по мурам, я не вижу сторожи сонливое состояние, теряется дух молитвы в церквях, о, как важно отрезвиться пастырям, как важно помазать глаза мазью, в рекам ингу ты ж тебе рогал фараголомена сатана, поднимают все свои силы, дабы сразиться, дабы разрушить молитвенные служения, где дух Господень, там свобода, а, ну, я, дай место, Кремин и Глайду Сталмена, и спадут цепи греховности, и ты станешь свободен, и так, Кремин и Глайду Сталмена, пересмотри сегодня, с чем ты пришел на это место, ибо сила исцеления, она уже в действии, и важно, как ты подойдешь, ибо она касается, Роману Сталмена, там, где открытое сердце, помазание Божие идет по народу, аминь, и рамену сопрайдур береглор бедештамина, и дух святой возмущает воду на месте сием, аминь. Кремин и Глайду Сталмена Кремин и Глайду Сталмена Кремин и Глайду Сталмена Кремин и Глайду Сталмена Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А новое небо и землю сознать. Так и знай, земля, так и знай, земля, Я покинусь в корень тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, Все равно я покину тебя, земля. Приветствую, братья и сестры, Любовью Господа Иисуса Христа. Приветствую, братья и сестры, Любовью Иисуса Христа. Слава Господу. Сегодня день рождения церкви, и я понимаю, что мы сюда пришли не от избытка. Мы сюда пришли как нищие перед Господом, нуждающиеся. Если мы нуждающиеся, значит, мы сегодня получим хлеб, сходящий с небес. И Бог сегодня возвестил Духом Святым через пророка, что Он будет наши сердца сегодня обрабатывать, перепахивать будет эту целину и пошлет Своё Слово, которое обновит нас. И нужно просить Господи, дай мне такое Слово сегодня, которое обновит меня, которое сегодня меня приблизит к Тебе. Потому что если Он, говорит, будет распахивать, значит, оно очерствело, значит, оно засохло. Если ты жаждешь, если ты ищешь, если ты просишь, ты сегодня получишь. Ты сегодня получишь, и ты уйдёшь с этого места, радуясь. И ты увидишь, что многое в твоей жизни, чего ты не видел, оно будет исполняться. Потому что Бог наклонил над тобой небо и презрел на тебя, и Он тебя не постыдит. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. И было сказано, Дух Святой пришёл сюда раньше тебя, чтобы отдать тебе что-то, что-то особенное. Может быть, Он каждый день хочет тебе это давать, но ты не замечал это. Может быть, рядом не было пророка, может быть, рядом не было проповедника. Может быть, ты много работал, и может быть, ты занимался не тем, что угодно Богу, и не мог вырваться из этих сетей. Но сегодня здесь тот, который может помочь тебе выйти на пространный путь. Тот, который поведёт тебя, тот, который сердцеведец, который заплатил за тебя своей святой кровью. Было сказано, что обратитесь в своё внимание на Голгофу, на то место, где страдал Сын Божий и проливал кровь свою святую, чтобы искупить тебя и меня, и чтобы дать там Духа Святого. Брат Василий читал сегодня, что Иисус Христос сказал, если я не уйду, то не прошлю другого утешителя. Он не сказал тогда ученикам, но он знал, через что ему нужно будет пройти. Единственный путь был уйти с этой земли, это через страдания, через позорную смерть, мученицу на Голгофском кресте, через пролитую кровь, через смерть. Ему нужно было уйти с этой земли. Цена того, что мы сегодня получили, и так часто не ценим, друзья дорогие. Так часто мы заужаем действия Духа Святой, благодати Божьей, только лишь может быть сухой молитвой на иных языках. Но не для этого пришёл Дух Святой. Сегодня уже было сказано, что для чего Он пришёл, а также чтобы возвестить будущее. На что обратить внимание нужно сегодня? И вы знаете, я когда молился перед этим служением, когда несколько дней назад собирался ехать сюда, и Господь сказал, что обрати внимание народа. На что нужно обратить внимание? Что даёт нам быть, называться и быть детьми Божьими? И в первом послании Иоанна, в третьей главе написаны такие слова. Первый стих «Смотрите, смотрите». То есть Он обращает наше внимание. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не только называться, но быть ими. Потому что кто-то из нас уже может только название это носит, и сам знает об этом, и внутри может сожалеет об этом. Но знаете, когда враг восстаёт, враг восстаёт, и он ещё свою охрану даёт тем, которых запутывает, которых обманывает, обольщает Божьих детей, и ставит двух таких охранников рядом. Стыд и страх. Человек что-то сделает, и потом стыдно признаться. Стыдно к пастырю идти, стыдно в церкви сказать, стыдно раскрыться. И человек сам стинает внутри себя и не знает, как освободиться. Взывает и не может, потому что ещё есть страх. А вдруг накажут, а вдруг узнают. Позор! Друзья дорогие, сегодня Иисус Христос, Он хочет освободить нас от этих охранников, от этих бульдогов дьявольских, чтобы они не смущали нас, чтобы мы открыто могли следить свою плоть перед лицом Божьим сегодня. Потому что Он наш Искупитель. И нас спасает сегодня вера в Сына Божьего, что это Иисус Христос, что это Сын Божий, что Он пришёл взыскать и спасти погибшего. Кого, когда Он назвал своим детём, своим сыном и своей дочерью. И мы ничего не сделали для этого. Смотрите, какую любовь Он нам дал. Смотрите, какую любовь Он нам дал. Он отдал за нас Сына, своего Иисуса Христа. До кого-то это стало просто слова, кто-то читает, не обращая внимания. Но мы не только называться должны быть детьми Божьими, но быть ими каждый день, чтобы люди, видя нашу жизнь, они сказали, это точно Божье дитя. С ним Бог живёт, с ним Бог ходит, Бог ему помогает. Бог его держит в своих руках. В Коринфянах написано, но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи, елины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Все крестились в одно тело, погрузились. Всех Господь нас призвал и погрузил в тело Иисуса Христа. И Бог в теле члена расположил, как Ему было угодно. И всех напоил одним духом. Он уже сделал это. Но почему столько скудости бывает? Почему мы, дети Божьи, помещены в тело Христа? И Он говорит, все крещены в одно тело. И все напоены одним духом. Вокруг нас дух святой должен быть. Внутри нас дух святой. Когда в таком состоянии мы находимся, в таком безопасном месте, нам некогда будет грешить. Наше внимание будет на Иисуса Христа, на нашего Господа, на нашего Учителя, на нашего Спасителя. Тогда нам некогда будет праздно проводить время, потому что мы будем в уделе Господнем. Тогда мы будем меньше на себя обращать внимание, меньше в себе будем ковыряться. Мы не переделаем себя. Мы не изменим своей греховной природы. Только Господь Иисус может это сделать. И Он дал нам это новое рождение. Слава Иисусу Христу! Друзья дорогие, мы дети Божьи. Я читаю в послании к Тимофею такие слова. Духом Святым ему было открыто, и он говорит об этом Тимофею. И до нашего времени это дошло. Знаешь же, что последние дни наступят времена тяжкие. Тяжкие времена наступят для служителей, для детей Божьих, для всей Церкви наступят тяжкие времена. Не потому что гонения, не потому что кто-то преследует Церковь. Наоборот, все можно сегодня. Можно молиться, можно раздавать литературу, можно проповедовать, можно ночные молитвы делать. Никто никого не трогает сегодня. Сегодня Церковь испытывается свободой. Сегодня Церковь испытывается изобилием. Сегодня никто никого не ругает. сегодня люди могут проводить время так как хотят но это тяжкие времена они наступают внутри самой церкви из-за того что что-то произошло что-то было потеряно ибо люди будут самолюбивы среду сребролюбивы горды надмен и злоречивы родителям непокорны неблагодарны нечестивы недружелюбны не примирительны клеветники не воздержаны жестоки не любящий добра предатели наглые напыщены более сластолюбивы нежели боголюбивы имеющий вид благочестия силы живоотрекшиеся таковых удаляйся таковых удаляйся и знаете когда 20 лет назад я читал эти места описания то я понимал что это не про церковь это там но позже я уже разумел что этот мир всегда так жил там всегда такие были люди но это говорится о церкви он обращается к тимофею он обращается к служителю он обращается к нам сегодня такие люди будут какие мы сегодня как мы сегодня ходим перед богом как часто мы идем на компромисс со своей совестью как мы часто отвергаем веру как часто мы поступаем самовольно как часто мы позорим имя божье написано не оскорбляйте духа святого которым вы запечатлены в день искупления если мы оскорбляем если мы унижаем его он отходит и тогда нам приходится своими силами бороться с грехом и нас надолго не хватает враг намного хитрее враг коварный он сильнее и мы без духа святого не можем противостоять нас надолго не хватит и наш наша жизнь превращается вместо того чтобы поклоняться богу служить ему от покаяния до греха от греха до покаяния и так проходят годы и записки люди пишут и люди пишут уже я не могу устоять у меня уже силы нету у меня же силы нету я настолько завязан пишет человек крик души крик души помогите помогите сегодня здесь тот который поможет тебе открывай для него свое сердце открывай слушайте слушайте книга откровения когда сегодня было сказано что я скоро подведу черту сегодня книга откровения 22 глава 11 12 стих неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится праведный да творит правду еще и святой да освещается еще все гряду скоро и возмездие мое со мной чтобы воздать каждому по делам его я думаю господи это слово оно написано к церкви божьей книга откровения а последнее время почему в последней главе столько появилось людей разных людей святым ты говоришь освещайся праведным творить правду неправедным скверниться нечестивым и у тебя воздаяние с руки слушайте если бы он сегодня здесь именно пришел с воздаянием он сказал я пришел сегодня помиловать я сегодня буду исцелять я сегодня миловать буду прощать я буду укреплять тебя обновлять но слушай такой день настанет он сказал этот день назначен уже во вселенной друзья нам нужно так жить чтобы не постыдиться в день пришествия его и уповающий на него никогда не будет посыжен тот который открывал ему свое сердце отдавал себя ему даже если где-то он не устоял даже где-то попал в искушение в обольщение отвлекся не смотрел на то какую любовь дал бог не взирал на голгофу не смотрел на славу божию чтобы преображаться но есть сегодня милость у бога для тебя для меня есть милость он хочет чтобы народ божий ходил в его славе он хочет чтобы народ божий жил победоносной жизни враг обманул детей больше говорит что ничего что ты согрешил ты покаешься тебя простят слушай он сегодня может прийти к тебе с приговором если ты будешь отвергать его если ты будешь надмиваться если будешь говорить не для меня не про меня не мне у него воздаяние в руке кто может сегодня сказать господи открой твою руку и воздай мне ты видел как я ходил перед лицом твоим страх приходит я служитель я принимаю исповедание я слушаю что происходит потом человек приходит через несколько месяцев я тебя обманул да не меня ты обманул ты же на исповедание перед богом идешь ты же обманываешь не меня и не и не бога ты себя обманываешь ты вовлекаешь себя в большую глубину люди грешат сегодня люди пользуются сегодня много информации сегодня есть на что обратить внимание интересного сколько всего в интернете в мобилках люди едут в поезде все в мобилках в этих все в компьютерах они отсутствуют полностью люди приходят на собрание на съездное девушка заходит в контакт и отвечает кому-то с кем-то общается на съездном собрании помоги по мобилке ей сказали она еще недовольная была слушайте может быть сегодня кому-то надо сказать господи я плоской человек стал я потерял благодать твою я заблудился у меня много знания но я не могу жить больше я не могу ходить перед тобой помилуй меня сегодня господь помилуй тебя есть милость я сегодня может быть вот с остатками этой веры прихожу к тебе что ты меня помилуешь простишь и друзья дорогие не секрет то что люди приходят и живут от съездного до съездного встречу пережил получил сколько из нас получали уже свободу сколько из нас милость получали обновление и потом едут и не могут сохранить себя почему не продолжали путь за господом не продолжали с ним жить жертвенники дома разрушены нету молитвы нету молитвенной жизни дьявол все делает чтобы украсть молитву чтобы мы не соединялись с богом чтобы мы не укрепляли силой духа святого и он потом обкрады он потом грабит ты можешь сегодня сказать господи жил как в египте как в рабстве но сегодня сегодня я верю в твою святую кровь сегодня пусть этот губитель мимо пройдет пусть мимо пройдет чтобы мне жить для тебя если один умер то умерли все чтобы оставшееся время уже жить не для себя но для умершего за них и воскресшего друзья дорогие так нам слово божье и мы можем сказать сегодня господи не открывай руку твою не воздавай мне за мои помыслы за мои слова за мои то что я давал действия своему плоткому характеру проявляться за поступки свои за наклонности завлечения свои помилуй меня сегодня помилуй меня сегодня господи вспомни что мы в завете с тобой господи обнови сегодня этот завет я отрекаюсь от всякой неправды я сам не справлюсь ты спаси меня сын божий спаси меня помоги мне я хочу твоими глазами смотреть на свою жизнь на этот мир который ты мне показываешь я хочу слышать слова твое я хочу видеть всегда твой образ перед собой я хочу следовать за тобой помоги мне помоги если ты не извлечешь меня из этой трясины я погибну я погибну я не смогу жить любви нет у меня нет у меня мудрости нету всего я уподобился людям сходящей могилы если ты будешь судить себя у тебя есть ходатай он тебе сегодня оправдает он тебе сегодня помилует он тебя сегодня твердо поставит на камни спасения ты пойдешь вперед радуясь давай будем молиться давай придем к нему давай будем просить его и умолять его он положит тебе сегодня благодать свою он 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 а 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Благослови И прослався Прослався В нашей жизни Вечный Бог Отец и Дух Святой Аминь Хrun... Данты Величает тебя, душа моя, я всім сердцем нагнул тебя Ты великий, могутний, всесильный, аминьсельный, я и從 rocking you Игра Аллилуйя, слава Тобе, слава Богу, Богу живому, слава Богу на веки веки! Аллилуйя, слава Святому, Аллилуйя, слава Тобе, слава Богу, Богу живому, слава Богу на веки веки! Величає Тебе, душа моя, я всім серцем славлю Тебе! Тебе Ти створив світ, і всі народи будемо славити ім'я Твоє! Аллилуйя, слава Святому, Аллилуйя, слава Тобе, слава Богу, Богу живому, слава Богу на веки веки! Аллилуйя, слава Святому, Аллилуйя, слава Тобе, слава Богу, Богу живому, слава Богу на веки веки! Аллилуйя, слава Святому, Аллилуйя, слава Нового року! Могутный все сильный, Будем славить Ивля Твое. Аллилуйя, слава Святому, Аллилуйя, слава Тобе, Слава Богу, Богу живому, Слава Богу на реки веки. Аллилуйя, слава Святому, Аллилуйя, слава Тобе, Слава Богу, Богу живому, Слава Богу на реки веки. Аллилуйя, слава Святому, Аллилуйя, слава Тобе, Слава Богу, Богу живому, Слава Богу на веки веки. Слава Богу! Моє серце крепко радується, що я сьогодні можу бути серед вас усіх, серед таких багатих людей, багатих людей духовних. І моє серце радується. Слава нашому Богу! Я родилася в сім'ї віруючий. Тато рано помер. Мама рано осталась вдовою в 25. Нас було троє діток, я була найстарша. Мені треба було мамі допомагати, як підросла в колгоспі працювала. І от тяжкої праці нарушився мій подзвоночник. І врачі сказали, що от тяжкої праці це все проїзйшло. Як на спині горб наростав, так ноги мої зновременем отказувались ходити. І до того, що мої ноги зовсім відказались ходити. Я ходила з палкою, з костелями і рано сіла у моїх молодих літак на інвалідську коляску. Я бачу, що тут тачка теж є на інвалідських колясках. Але наш Бог живий! Слава нашому Богові! Він не їй змінився. Я вам покажу платічко своє. Коли я була больна, в яких я платіях лежала. Ви можете представити, на кого я була походжа. Я в цих платях вся вміщалася. І ноги покрити були. Утроє зогнута. Крива, горбата, каліка. Як доктор казав не один раз. Ви бачите, яка бідна, крива, горбата, каліка. І що не спитайте, вона каже, слава Богу за все. Я всіх так казала, слава Богу за все. І до сьогодні теж так само кажу. Хтось подзвонить, як ти там, Женю, ще ходиш? Кажу, ще добре, ходжу і на колінах молюся. Слава нашому Богові! Нелегко моїй мамі було, коли мама мене вдома оставляла, а сама мусила йти на город. Вона ставила для мене маленьку ботилочку з водою. І казала, може не буде в хаті того, хто посітив тебе, і хтось тобі подав глоточок води. Мама ошиблась і не на ту мєточку, де всіхда поставила ботилочку з водою. Я дивлюся, вода стоїть, а я хочу пити. Я протягую руку і тако по бутильці шкрабаю. А я не могла б подвинуться, щоб взяти бутилочку і копнуть один глоток води. Я не могла цього зробити. Але слава нашому Богові! Той Христос, котрий вісив на Голгохві, розп'ятий був за мене, за кожного із нас, де кров свята стикала, де він молився за нас. Він мене і стілив. Слава нашому Богові! І коли я так лежала, я багатько лежала в районній лікарні, в Ромецькій обласній лікарні, багатько по лікарнях лежала. Я бачила, як лікарі старались остановити процес болезні, щось допомогти, но всі їхні старання були напрасно. Багатько врачів консультуровали доценти, хірурги про хвистора, і всі надо мною руками розводили, і всі казали пізно. Але той Христос, котрий був у гроба Лазара, він не спізнився. Він не спізнився до моєї хати, де мама з трьома дітками жила одна. І коли я так в обласній лікарні лежала, і один раз мені кажуть, ми тебе відправимо в Київ ісследовательний інститут. Мені предлагали робити операцію на моєму подзвоночнику, де я була крепко горбата. І коли послали документи туди, то звідти прийшов відповідь, щоб визивали по місту. І коли той професор з Києва приїхав, мене проконсультуровав і сказав, ти, Женя Поліщук, ти согласна, щоб тобі робили операцію? А я скоро кажу, согласна. А він каже, ти поняла, що я сказав? Кажу, поняла. Ви спитали, чи я согласна, щоб мені зробили операцію? А він каже, що мені ніхто так скоро не сказав, як ти, що ти согласна. А я йому кажу, я є віруюча у тих 70-х роках, є старші, то знають, яка свобода була для нас, християн. Як ми сьогодні повинні дорожити цією свободою, що ми так свободно збираємось? Це зробив наш Бог, у котрого ми віримо. І він каже до мене, чи ти поняла? Ще раз питайся, кажу, поняла. Я кажу, якщо Богом назначено, щоб ви робили мені операцію на моєму подзвоночнику, то вона буде. Чи я согласна, чи я не согласна? От я согласна. Але як у Божому плані немає цього, то ви мені її не зробите. Хоч я согласна. Я ще після того трохи полежала. Мене до Львова хотіли відправити. І теж не відправили, бо я була не согласна. І один раз заходить завідувача у палату з бумагами в руках Робинської обласної лікарні. І каже, Женю, ми сьогодні тебе хочемо відвезти в районну лікарню. Бо з того району привезуть одного больного, а на обратному путі ми хочемо тебе відправити. А ти ці бумаги віддаси. Є чай, чому лікару? Я взяла в руки, прочитала. Там було написано, скільки болію, яка болесь, де лічилася. Все-все було описано. І в кінці було написано, ліченію не принадлежить. І три лікарі розписалися. І круглою печаткою завірили. Я ще сама прочитала і заплакала. Кажу, Боже, люди рішили випадку о житті моїй. Але ти, мій Бог, а я на тебе вповаю. Я думаю, що на цьому місці всі ти, які на Бога вповають, які ждуть допомоги, тільки від Бога. І коли привезли мене в районну Острожиську лікарню, то мене не повезли додому. Ще вісім місяців продержали. Я могла їсти одну діету, і діети не змогла їсти. Мене кормили глюкозою у Вєну. І казали, ми думаємо, що на цій капальніці тебе дотягнем до літа. Знову жаліли. Але 74-го року, 5-го марта, заходять на обход, як всігда, підійшли до мене і кажуть, Женя, ми сьогодні тебе відвеземо додому, щоб ти віддихнула від больниці, від оцих уколів, обстановки больничної. А періодически ми будемо тебе ще забирати. Я добре понімала, що мене хотіли тільки з больниці додому відправити. Бо біля мене треба було ходити, як біля маленької дитини. А я взросла вже була. І коли після обходу заходять в палату, надавали мені обезболюючих уколів, за тим синідарки принесли носілки, мене замотали, положили на носілки, винесли в скору поміч і сказали шахйору скорої помощі, от вези її в село Бухарів. Але коли будеш везти, постарайся скоріше, а зараз ми вколи її надавали, ти должен довезти її в живих додому. Дорога була погана, їхали скоро, і мені стало погано. Коли приїхала скоро поміч у моє село, остановилася біля хати моєї, мої сусіди побачили, вийшли зі своїх хатів, мені все це розказали сусіди, коли я прийшла у себе. І, каже, шахйор, відкрив двери скорої помощі, ми подивились і думали, що ти вже умерла. Але коли ми вдивились, ми поняли, що ти ще жива. І думали, якщо ти умерла, то тебе привезли б у гробі, а тебе привезли на носілках. Вони взяли носілки і несуть у хату. Мамочка побачила через вікно, відкрила двери, подивилась на мене і каже, «О, дочка моя, я в своєй старості вже дала помощі від тебе, а тепер я бачу, що мені помощі ніколи не ждать від тебе». Занесли у хату, мене поставили медсестра, яка супровождала, слухала моє серце, багато разів мені вколи давала і мене в чувства привезти не змогла. І каже до шахйора, «Іди заводь машину», і йому показала на мене. Він підійшов до неї, взяли мене півживою, положили на мою домашню постелю, самі забрали носілки, вийшли, сіли скоро в поміч і скоро в'їхали. Мамочка впала на коліна біля постелі моєї і плакала, молилась перед Богом. Вона більш нічого не могла зробити. І у мене скоро появилися друзя, котрі посітили мене в лікарні, і їм сказали, що мене повезли додому в тяжкому состояниї. Вони сіли в автобус, приїхали до мене в село, зайшли в хату, подивились і теж думали, що я вже умерла. Але вони в мене вдивились, поняли, що я ще жива. Вони мене прикрили простинньою і стали радом з мамою на колінах молитися. Коли вони молилися, Бог їх вислухав не мене. Я вже не молилася в те време, я вже не могла молитися, я нічого не знала. Мені хочеться сказати, і я це говорю, щоб ми запасалися молитвою, як хлібом на голод. Щоб ви молилися і не унивали, наш Бог живе, і слава нашому Богові. Вони молилися, друзя, я прийшла в себе, але говорить я не могла. І вони встали з колін і меж до собою говорять, а я чую. І вони кажуть, треба комусь тут остатись, вона вже буде умірати, її треба одіти як покойника, а мамі помогти готовить обід на похорони. А я чую, а говорити не можу, і не можу сказати, що мені вже стало краще. Пару сестер осталось у домі моїм, ожидаєть смерті моєї. Остальні друзя всі порозходились по домах і розказали, буде Женя умирать, якщо не вмерла, поки ми приїхали додому. І вечором приїхала до мене повна грузова машина друзей. Зайшли в хату, подивились на мене і всі мовчки стали. Один пастер підійшов до мене близько і так аж пригнусь біля мене і каже, сестра Женя, ми бачимо, що ти вже будеш умирати. Ми дуже хочемо, щоб ти нас благословила остаючих, бо ти вже умреш, ти будеш житель неба, а ми ще останемося на цій землі странствувати. Ми не знаємо, що нас зожидає, благослови нас. Я вже раз сказала, ми знаємо, старше, яка свобода була для християн в сімдесятих роках. Як нам треба благодарити за цю свободу, що Бог подарив нам її. Слава йому! І я ще потім сказала, я не можу говорити. В той час Бог Духом Святим через пророка до мене говорить, дочка моя говори, все говори, бо нині подкрепляю внутріності. І я в той час стала крепко духом співати. Я зараз так не можу заспівати, як в той час я могла крепко заспівати. І коли я співала, всі друзі стали на коліна і почали молитися. Коли вони молилися, то Бог через друга пророка каже до мене, дочка моя, і не отойдеш, поки не увідиш моєї слави не думайте про мене, що я заслужила. Це не мої заслуги, це не мої діла. Це мілость того Христа, котрий був розп'ятий за мене і за кожного із нас. Це той Христос зробив, це не мої заслуги. І я радуюся, що я сьогодні можу розказати. І коли я так лежу, можу вже співати, молитися. І я більше всього співаю похоронні псалми. Для мене другого втішення не було, як похоронний псалом, скоро встреча з Христом. Я збиралася тільки до переходу. Мене друзі посітили з Білорусі, і брат підходить, подає руку, щоб попривіствувати мене. А Бог Духом Святим через пророка каже, через його каже до мене, доч моя, що ти збирайся к переходу? Нєт. І що своїми глазами увідіш? Як народ буде йти і навіть бігом біжать в дом твой і дивитися, як на зря іще, що зробив Бог. І я знову сказала, Господі, віру, але не розумію. І я так продовжаю боліти. Мене посіщають. Мені радісно, що мене посіщають. І один раз подивилися на мене, і пішли до мами, і кажуть, скажіть, чи ви плаття для неї на смерть приготували? Вона вже буде умірати. Ми бачимо. Мама каже, приготувала. Вони кажуть, покажіть, які плаття приготували. Вона, дівчина, тільки років боліє. Покажіть, яке плаття. Мама показала, та є платтечко. Вони подивилися, і кажуть, бідне плаття ви приготували для неї. Вона, дівчина, тільки років боліє. Треба лучше плаття для неї зробити. Друзья самі купили, пошили, і поспешно принесли, щоб управитися по кавру, щоб було що одіти. І там мамі на кухні давали. А я не знаю, як я почула. І підходить сестра, яка шила, це плаття, Аня Нагорна, з Боженіно. І каже до мене, як в тебе діла? Мене ніхто ніколи не питав, як здоров'я, а питали, як діла. Моє здоров'я було всім видно. Крива, горбата. Ми співаємо такий псалом, що не впаде на землю єдиний волос вашої голови. А на моїй голові все волосся впало, і не було волосся на моїй голові. І я кажу до цієї сестри Ані, мені здається, що ви платі на смерть принесли. А вона мовчить. Кажу, принесли чи ні? Мовчить. Кажу, як принесли, то скажіть, а як ні, то теж скажіть. І вона каже, принесла. Я кажу, хочу бачити. Вона не хотіла показати. Я знову настойчиво. Вона принесла, взяла так на руку і каже, дивись, це не все. Я до того часу ніколи такого не думала, а в той час сказала. Кажу, я є дівчина, бо я була дівчина. Я в тому платі встану і пойду навстрічу Христу, як невеста жениху. Покажи, чи ти пошила ці платі татяк для невесты. І вона мені показала. Я сьогодні вам всім покажу. У мене по платі в той день був день рождення. Мені на день рождення не подарили цвіти. Мені на день рождення в моїх молодих літах принесли платі на смерть. Але мене йому не похоронили. Слава нашому Богові, що наш Бог живе і чує молітви і відвічає на їх. Слава йому! І вже у мене плаття є, і я ще живу, і не вмираю. І окончився мій строк інвалідності. Мені перестали пенсію платити. І кажуть мамі, що подправить в районну лікарню, щоб поновили групу. А я кажу до мамі, мені так не хочеться. Мені нелегко, коли мене беруть, везуть, несуть. Кажу мамочко, я чувствую, що я вже скоро отойду в вечность. Я не хочу в лікарню. Мамочка согласилася. Але говорить, говорить мамочке, ну нехай тобі та копійка буде. Та й мама каже, ну Бог знає, скільки ти ще будеш. Нехай та копійка буде. Я скажу в Хвельшаркі в селі, щоб вона визвала. Кажу, кажіть. Мама подзвонила, Хвельшарка подзвонила в район, а вони сказали, ми знаємо, що Поліщук, Женя давно померла. Кого ти там знайшла? І не хотіли приїхати. Вона сказала присідателю колхоза, він подзвонив, вони теж не хотіли приїхати, але приїхали. Вони приїхали до мене 78-го року, 10-го липня. Зайшли в хату, подивилися на мене, і сіли застил, і пишуть. Ну, хочеться щось сказати, коли лікарі в хаті. І я кажу до їх, візьміть мене в лікарню, щоб моя мама віддихнула від мене. Вона вже втомилася. Тоді один лікар підійшов до мене і каже, Женю, не обіжайся, ми тебе в лікарню забирати не будем. Ти знаєш добре, що тобі ми вже нічого не поможемо. Другі, п'яти, аж до 10 нас читав. І кажуть, ти, бідна, Женя, так будеш лежать. Ну, поки. А я кажу, що я так буду лежать, поки умру. Кажу, ні, я віру, що мій Бог, у котрого я віру, він мене ісцілить, але я поки больна, а я кажу, віру. І вони так подивились, плечами понизав, пішли до столу, сіли, кончили писати, йдуть з хати і кажуть, а документи прийдуть по пошті. Але вони не вправились прийти. Це 10 числа комісували. 12 числа мене посітили, а Бог Духом Святим каже до мене через пророка, доч моя, путь перед тобою, а я думаю, о, заберуть в лікарню, я так не хочу. І Бог тот же час на мислі мої відповідає, ні, ні, доч моя, ні цей путь, який ти помислила, путь перед тобою, і ти пійдеш, і пійдеш туди, куди поведу. А поведу тів я туди, де ти ще ніколи не була, і твоя нога там буде ходити. І я знову сказала, Господі, віру, але не розумію. 19 числа я чувствую собою щось другое, як усі руки болезні. Це у півтори міжній все робиться. І я кажу, Господі, а що сьогодні зі мною буде? А потім кажу, Господі, знаю, знаю, що буде, сьогодні в мене буде встреча з тобою. Мені здається, що моє серце і груди такі великі стали, така радость наповніла, що я вам не можу передати. І я почала молитися, і я ще казала, Господі, я тебе благодарю, що в мене встреча з тобою сьогодні, сьогодні оставить мене це тіло, котре болить. Все-все казала сьогодні і сьогодні. І я молилася за тих братів, котрі прийдуть перші до мене в хату, щоб Бог дав їм смілості такої, щоб вони ноги мої поламали, спину зламали, випростали і в гроб прамою положили. Я не для себе того хотіла. Я пам'ятала тих друзів, котрі посіщали мене, плакали надо мною і говорили, як буде її в гроб положити. На спині горб великий до гробу не пристане, коліна на грудях, де буде, руки положить. Я хотіла, щоб мене поламали і в гроб прамою положили. Я ще молилася, щоб мені Бог дав мудрі серце. Мені хотілося свою мамочку покликати до себе і в послідній раз з нею помолитися. Мені хотілося її старость в послідній раз поручити в руки Бога. І ще хотілося сказати, щоб мамочка на день похорона моєго не зав'язувала чорний платок, а щоб зав'язала білий. Я то говорила не один раз мамочці, сестричкам і нєкатерим друзям, щоб зав'язали білий платки на голову свою, бо я уверена в спасені є. То, щоб не в'язали чорних платків. Но я не вправилася. До мене приїхало два молодих брати, котрі ось до один сидить, зайшли в хату, подивились на мене і питає, скільки ти болієш? А я кажу, скоро буде п'ять років. Я не считала всі роки в свою болезнь. Я считала тільки чотири роки і сім місяців, де я тільки пролежала на одну праву сторону без движення, де мамочка поїла і кормила. Я те її считала. А цей брат каже, а що ти не віриш, що тебе Бог може уздоровить? Кажу, віру. А він каже, не віриш, бо хто вірить, то здоровий, а хто не вірить, то оцьо. Показав на мене рукою. І Бог дав мені силини обіди, нічого ні, нічого ні. Думаю, він правду сказав, але він ж не знає, що я не хочу, щоб мене Бог істілив, бо я в полності чувствую себе готовою до встречі з небом. То я вже хотіла на небо. І він знову мене питається, ти віриш, коли ми будемо молитися, а оздоровить Бог? Кажу віру. Взяв Євангелію, підійшов до мого ліжка і так пригнувся і читав. І коли він читав, то я почувала всередині, що я хотіла всім сказати, немаю мудрості виразити. І я кажу, вже моліться. Він ще раз питав, а ти віриш, коли ми будем молитися, а уздоровить Бог? Кажу віру. Став молитися, положив свої руки на мою голову. І я дуже скоро вскочила на ноги свої. Слава, слава нашому Богові! Я вскочила на ноги, я крепко кричала, слава Богу! А мамочка моя молилася, віддали їх від мене. Мамочка молилася в тому куточку, котрому вона часто молилась і зливала скорб душі своєї перед Богом. Вона відкрила очі і дивиться, чого я так кричу. Я ще ніколи так не кричала. Коли мамочка побачила, що я на ногах стою, то мамочка не встала з таї радості на ногі. Вона на колінах прийшла до мене, вона об'яла мої ноги, прижала материнські груді, наклонившись поцілувала. Я вперві за всі руки почула тепли мамини руки їсти, я вже тоді мамочку обнімала. Мамочка каже, їж, бо я теж не їла. А чого ви, мамочко, не їли? Мене коліна душили, я ковтати не могла. А мамочка каже, твоя болезнь мене всю душила, і я теж ковтати не могла. Я її взяла, поцілувала, і кажу, мамочка, сьогодні Бог освободив мене і вас, ми будем разом їсти, ми будем разом молитись і славити Бога. Ну, не довго так було, не довго ми разом їли, молилися, ні, за те, що Бог мене і зцілив. Сатана дуже оживсточився, хотіли життя в мене забрати, але Бог мене хранив, я десять років вдома не жила. Я мусила ходити туди, куди Бог указував, Бог ясний адрес указував. Я два роки біля дому, то там, то там була, два роки в Офрунзе, в Киргізії була, і шість років в Естонії жила. Слава нашому Богові, хотіли життя забрати, але Бог сохранив, і Бог хранить, і буде нас хранить, тільки ми не уходьмо від Бога. Нехай ніякі вєтру учені нас не зб'ють. Молодь, дорога, вас кожного Біблія в руках, дивіться в Біблію і на себе, не дивіться ні на які вєтру учені, якотори дують в цьому світі. Хай вас Бог хранить, і мені хай Бог дасть сили, остатся вірним до кінця життя. Амінь. Молимся, складаєм подяку Богові. Амінь. Аллилуйя, Алсанра, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! ПЕСНЯ 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 Аминь ПЕСНЯ 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 Но сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, То, наверное, мне Не воняться и больше не встать. Видит мой Господь, Сердце так устало, Верить и любить Среди злоб мало. Так боюсь любвост, Ведь хочу дойти К вечным берегам, Ждущим впереди. К вечным берегам, Ждущим впереди. И когда ты приходишь ночною порой, Не пройдешь мимо скорби моей, Ты мне руку подашь, Поведешь за собой, Не могу ли парящих огней. Видит мой Господь, Сердце так устало, Верить и любить Среди злоб мало. Среди злоб мало. Так боюсь упасть, Ведь хочу дойти, Вечным берегам, Вечным берегам, Ждущим впереди. Я иду прикоснись, Ко мне больше скорей, Я стану намного сильней. Над леплющим миром, Свободно вздержу, Услышу, Крепи, я молю. Видит мой Господь, Сердце так устало, Верить и любить Среди злоб мало. Так боюсь упасть, Ведь хочу дойти, Вечным берегам, Ждущим впереди. Вечным берегам, Ждущим впереди. Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу! В продолжение нашего служения Я прочитаю Слово Божье, Которое записано есть. И сегодня его уже читали. Но я повторяю, Прочитаю эти несколько стихов Деяния святых апостолов. Первая глава. И читаю три стиха. Шестого и ниже. Посему не сушедшись спрашивали его, Говоря, Не все ли время Господи Восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, Не ваше дело знать времена или сроки, Которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, Кода сойдет на вас Дух Святый, И будете мне свидетелями в Иерусалиме, И во всей Иудее, И Самарии, И даже до края земли. Хвала Богу. Вы знаете, братья и сестры, Я не один раз слышал это свидетельство. Не один раз. Не один раз я встречался с этой сестрой, Мой брат сестра. Но сегодня я слушал, Я вам скажу, И плакал. И вы знаете, как бы оно ни было, Я плакал не из-за того, Что может быть, Я услышал что-то необыкновенное, Мои слезы лились из-за того, Что Господь вчера, Сегодня, И во веки тот же. Аминь. Вы знаете, мы бывает видим какое-то чудо, Или, может быть, что-то переживая, Получаем, И в тот же самый момент мы, Ну, можно сказать, воспаряемся духом. И только тогда, И только тогда, Мы, может сказать, В тот период, можем сказать, О Господь, хвала Тебе. А вот проходит время, Уже прошло время, Братья и сестры, время прошло, Но Дух Святой, когда действовал тогда, Он действует и сегодня. Он не умолился, Мои дорогие. Он остался в силе, слава Богу. Но, стоит вопрос. И я прочитал это место Священного Писания. Братья и сестры, Вы примите силу, Когда сойдет на вас Дух Святый, И будете... Ох, как часто мы путаем одно с другим. Мы хотим, бывает, Эту силу и действовать ею. Мы хотим эту силу, И чтобы она проявлялась. А Бог говорит, Свидетелем будешь. И свидетелем не своего я. Свидетелем не своей понятия, А свидетелем то, Что сделал Господь. И знаете, я слушаю, И мое сердце радуется, Благодарит Бога, Бо свидетельство идет, Что сделал со мною Господь. Мои дорогие, Это есть великая сегодня милость, Но в тот же самый момент, Братья и сестры, Мы сегодня говорим о сегодняшнем дне. О сегодняшнем свидетельстве. Я был однажды в Америке. Я приведу такой маленький пример. Когда меня встретили там в аэропорту, В Чикаго, И мы по дороге заехали, Я сокращаю, Мы заехали в русский магазин, Чтобы купить, Купить продукты, Потому что там продают русские продукты. И когда мы зашли в магазин, С этим братом, который он меня встречал, Мы скупили все, Тут американцы есть, Они знают эти магазины там. И вы знаете, Когда мы скупили все, Он спрашивает жену, Может еще что-то надо. Я все уже купил то, что ты сказала. А она говорит ему, По телефону я ж не слышу. Она ему говорит что-то, Он так посмотрел на меня, И говорит, Слушай, Жена попросила, Сказала, Чтобы мы купили бутылку спирта. Ну, я думаю, Матеря, Вы знаете для чего, Если вы имеете детки, Детей и так далее. И он говорит, Она попросила, Чтобы купить бутылку спирта, Для компресса, Для натирания. И так смотрит на меня, И говорит, А если здесь кто-нибудь Зверющих есть? А мы купим эту бутылку спирта, И будем нести. Что ж они подумают? Я так посмотрел на его, Говорю, Слушай, Николай, Если тебя здесь знают, То меня здесь никто не знает. Ты скажи, Где эта полка, Я пойду возьму, И принесу. Он указал мне в магазине, В какую сторону я пошел, Взял. Конечно, братья и сестры, Я не нес ее вот так, Как бы, Ну, поднявши, Я ее еще рукой Этикетку прикрыл, Чтобы меньше было видно. Принес, И в эти продукты сунул В эту свою тележку. И вот мы уже все покупили. Подъезжаем мы к кассе. И когда эта молодая девушка, Которая стояла на этой кассе, Она эти продукты брала, И только этот аппарат пикал, Считывал эти коды. И вот она увидела эту бутылку. Она улыбнулась, Обратилась ко мне, И что-то на английском языке сказала. А так как я не знаю английского языка, Я поворачиваюсь к этому брату, И на украинском языке говорю, Что она мне говорит, переведи. Она переходит на польский язык. Братья и сестры, здесь есть поляки. Она переходит на польский язык, И говорит, пан, Возьми эту бутылку, И пожалуйста, проведи ее здесь. Братья и сестры, слышите, нет? Возьми эту бутылку, И проведи ее. И я беру своими руками эту бутылку, И провожу. Этот аппарат считал, И она дальше без внимания на меня, Она продолжает свою работу. И я стою, и когда она окончила, Я стою и смотрю на ее, А вся внутренность зажалась до предела. Братья и сестры, Братья и сестры, вы примете что? Вы примете силу. Для чего? Для свидетельства, кто я? Я задаю ей прямой вопрос, скажи, Скажи, ты верующая? Она подняла глаза на меня, Улыбнулась и говорит, да, я пентакостал. Мои дорогие братья и сестры, Я сегодня хочу задать один вопрос. Скажите, что приняли мы? Аминь. Приняли ли мы эту силу, Чтобы быть свидетелями? Я, братья и сестры, стоял перед ней, И кричал перед Богом, Боже, Боже, прости меня, В моих руках больше не будет Бутылки спирта в магазине. Или бутылки водки. Я не могу ей сказать, а я пастыр церкви. Слышите, братья и сестры? Она христианка. Она христианка. Она настолько понимала, Что она есть свидетель верный Божий. Аминь. Она не хотела даже прикоснуться к этой бутылке. Почему? Потому что она, А мне говорят, она не права. Она не должна так было делать. Она на работе. Братья и сестры, Она на работе была свидетелем, Что она христианка. Аминь. Аллилуйя. А я сегодня хотел бы задать нам вопрос. Можем ли мы засвидетельствовать здесь, Что мы христиане? Можем ли мы сказать, Да, мы прекрасно одеты. Да, мы прекрасно. Все на нас есть. Мы приехали в дом Божий, На служение пред вечным Богом. Но Бог говорит, Братья и сестры. Братья и сестры. Бог говорит до нас сегодня. Ты примешь силу. Аминь. Было время, мы ее получили. А сегодня, мои дорогие, Множество людей, Христиан 21 века, Потирало силу. Вид благочестия есть, А силы нет. Аминь. Ашкабараманаудес. И Бог привел тебя на это место, Не испытать тебя в слове, А испытать тебя в силе. Аллилуйя. Аминь. Почему? Потому что ты, выходя с этого места, Должен идти в свои семьи, Должен идти на свои работы, И быть воистину христианином. Аллилуйя. Аминь. Ибо придет время, Было время, Как сестра Женя сказала, Этих служений не было. А я скажу, Именем Господа придет время, Не будет таких служений. Ибо придет испытание народа Божьего. Аллилуйя. Аминь. А сегодня идет контроль Божий. Аллилуйя. Аминь. Зачем ты пришел на это место? Если ты пришел, Чтобы получить силу, Бог приготовил ее здесь. Аллилуйя. Аминь. Бог приготовил дать тебе эту силу. Ибо я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, что будет со мной завтра. Или сегодня. Но Бог сегодня готовит нас к испытаниям. Аминь. Аллилуйя. А воотче. Хвала вечному Богу. И мы сегодня находясь на этом месте. Я не буду долго задерживать вашего внимания. Я расскажу еще один момент из жизни христианина. Мой брат, сестра. Это не есть история, которую я слышал. Или, может быть, кто-то мне рассказывал. Я свидетель этого. С нами жил один верующий. Его сейчас нет. Он недавно ушел в вечность. Я с ним рос духовно, с этим человеком. Он прошел великие испытания в своей жизни. Он прошел всю войну. Он пришел до Берлина. Он видел Берлин. Но отец, мама и брат, они вопияли в небо. Аминь. И он сказал, я видел глазами Берлин. Но внутренность сказала, туда не войдешь. И так и случилось. Говорит, я не вошел. Я только видел всплеск и больше ничего не понимаю. Прошло время. Он возвратился. Бутылки в карманах. Мама и отец. Отец не возвратился с этой войны. Потому что он не взял оружие. И больше его никто не видел. Мама с братом. Они молят в лице Бога. А я герой. Я пришел с фронта. Все есть. Но один день. Говорит, я пьяным прихожу домой. И когда, говорит, я пришел, увидел. Ночью горит лампа. Три часа ночи. А лампа горит. Значит, кто-то там есть. И я увидел христиан, говорит. Которые там собрались и молились. Они сказали, подойди сюда. Я пьяный. Куда? Но, говорит, я, чтобы они отцепились. Они сказали, мы помолимся и ты пойдешь. Но я пришел, склонил колено. И когда, говорит, я склонил колено, я не знаю, где делась водка. Я не знаю, что произошло. Я стоял на коленах и молился Духом Святым. Аминь. Аминь, хвала Богу. Но, говорит, я в сенях оставил бутылку еще, чтобы утром похмелиться. И когда, говорит, это произошло, я вышел в сене, я взял эту бутылку, подошел к столбу и разбил ее. Мои дорогие братья и сестры, вы примите силу. И Бог говорит, и Бог ему последствий говорит, готовься. Ибо сын мой страдает, а я пошлю тебя, чтобы ты помог. Мои братья и сестры, он понимал, что это в то время, это слово от Бога. И пришло недолгое время, его арестовали за слово Божье. И он пошел по лагерям. И когда он был в лагерях, он говорит, я просил. Господи, ну где этот человек, которому я должен помочь? Ну чем я помогу? Ведь я тоже сам, ну такой же узник. Но, говорит, ну я был молодой, я был здоровый, и я понимал, что я чем-то могу помочь. Но проходили годы. Годы, год, второй, третий. И братья и сестры, как сестра Женя, он тоже так же сказал, когда по этапах меня перевозили, я больше уже не мог сам зайти в вагон. Меня, говорит, закидывали уже в вагон, будучи в молодых летах, так сказать, здоровы. И он дошел до такого состояния. И когда, говорит, я уже был в последнем вагоне, куда меня укинули, я сказал, Боже, я уже помочь не могу. Ничего я уже больше не могу. Уже мне нужна помощь. И привезли, говорит, меня в следующую тюрьму. И когда, говорит, меня выгрузили, меня увидел этот начальник тюрьмы, спросил, по какой статье. Я, говорит, сказал, он посмотрел на меня и говорит, будешь развозить, кушать и подавать заключенным в камере. И, говорит, я каждый день брал эту тележку, брал этот бачок и развозил, наливал и подавал туда, в эти окошко, подавал это кушанье, которое было приготовлено. И когда, говорит, однажды я это делал, я подъехал к последней камере, которую я должен был обслуживать, рядом стоял солдат с автоматом, а дальше, а дальше камера смертников. Я не должен был туда идти. И я, говорит, слышу голос, возьми свой хлеб, разломай пополам, встань на колени, ползи к камере смертников и под дверью просади этот хлеб. Я, говорит, задрожала вся внутренность. Я понимал, один шаг в сторону и очередь автоматная будет по мне. Я, говорит, посмотрел назад, но я никого не видел. Я, говорит, начал дальше наливать, но я слышу опять этот голос, возьми свой хлеб. Братья и сестры, не возьми хлеб заключенных, которых ты раздаешь, а возьми свою пайку. Возьми свой хлеб, переломай пополам, встань на колени и ползи к камере смертников. Говорит, я повернулся спиной к солдату, чтобы страх не такой же был. Переломил свой хлеб, встал на колени и начал ползи к камере смертников. И когда подполз, я просунул под дверью и так задом приполз назад к этой тележке, поднялся, посмотрел на этого солдата. Он стоит, как и стоял, смотрит на меня и говорит, и я такой довольный, я выполнил. И я слышу голос, и так делай каждый день. О мой Господь! Братья и сестры, это уста его рассказывали, когда мы просили его, поделитесь, поделитесь. Его там еще другие просили, они знали, что он был в лагере, в тюрьме. И почему? Поделитесь. И он начал делиться милостями Божьими, слышите? Не своими, а милостями Божьими. И здесь есть эта милость. Хвала Богу! Аллилуйя! Аминь! И когда он дальше говорит, и когда я это начинал делать каждый день, для меня была последняя камера самой страшной. Потому что надо было опять вставать. И так говорит, и я делал, я молил в лице Бога, я просил Господи, если умирать, то я умру, но помоги мне помочь и это сделать. Я понял, что в этой камере сидит тот, который, который, за которого ты умирал, из которого ты сказал, готовься, я пошлю тебя помочь. Хвала Богу! Нам нужна сила, братья и сестры! Аминь! Нам нужна сила, чтобы идти на это! Аллилуйя! Аминь! Это не просто идти на такое! Это можно идти только с Господом! Аллилуйя! Аминь! Своей силой на это не пойдешь! Он говорит, я хотел узнать, кто в камере! Не узнал! Я хотел узнать фамилию или имя! Не узнал ничего! Об этом никто ничего не говорил! Братья и сестры! И он так делал, это 30 дней! И когда он делал 30 дней, уже именно на 30-й этот день, когда он сделал, он говорит, я подполз, поднялся, и я слышу голос, больше не надо! Братья и сестры! Кому помогал? Не знал! Не видел! А там, в этой камере смертников, сидел христианин! Аминь! Начальник тюрьмы, когда он отказался от оружия, когда он отказался от всего, когда он служил Богу, мой брат и сестра не отказывался от имени Господа, он сказал, для тебя мне жалко пули! Тебе дали расстрел! Тебе надо расстрелять! Но пули мне жалко для тебя! И я посажу тебя в камеру смертников! И 30 дней я не дам тебе кушать! И я увижу, спасет ли тебя твой Бог! Аминь! 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 Братья и сестры! Спасет! Спасет только верного! Аминь! Аминь! Спасет того, кто сегодня имеет силу! Аллилуйя! Служить ему верно! Спасет того, Бог! Аллилуйя! Аминь! Ибо он есть Бог! Аллилуйя! Аминь! И он посылает за многие годы, он знает, что это будет, он за многие годы посылает туда человека и готовит его. И когда он сказал, я не могу уже помочь, тогда помогал Господь! Хвала Богу! Мои дорогие! И когда через 30 дней начальник тюрьмы пришел и открыл эту камеру, он сказал, я не буду тебя стрелять! Оставайся в живы, ибо тебя спас Бог! Аминь! Хвала Богу! Аллилуйя! Аминь! Мои дорогие! И когда он начал это рассказывать, один из тех, которые слушали, там были гости, как и здесь, и есть там один из них, начал крепко плакать, мы все плакали, братья и сестры, но начал крепко плакать, и он задал вопрос, скажите, скажите, а вы знаете этого человека? Нет! Видели? Нет! А знаете ли фамилию его? Или чего-то? Нет, ничего не знаю! Я возвратился с тюрьмы, я прошел еще долгие годы этих лагерей, возвратился домой, но я этого ничего не знаю! Он говорит, тогда я вам скажу, это мой тесть! Когда, говорит, я пришел в эту семью, я женился, я услышал от этого отца, или можно сказать, от его тестя, я услышал, как он рассказывал, когда ему дали приговор смерти, и пожалели пули, чтобы расстрелять, и голодной смертью камеры смертников держали, он 30 дней там был, и говорит, и я не видел ничего, я не видел руки, я не видел ничего, но 30 дней под дверью просовывался хлеб! Аминь! Хвала Богу! Я не слышал голоса, я не слышал шороха, но Господь делал! Аминь! Мои дорогие, и когда это уже пришло время, я был на встрече этих двух людей, один и другой, они встречались за многие годы, мы стояли, стояли дети ихние, и он так повернулся и сказал, «Деточки, слышите, а теперь видите, как спас меня Господь!» Аллилуйя! Аминь! Это есть тот человек, через которого Бог послал мне пищу, слава Богу! Мои братья и сестры, я сегодня хочу обратиться, имеем ли мы силу для служения Богу? Аминь! Я не знаю, что будет завтра, но я знаю, что будет испытание! Аллилуйя! Аминь! Имеем ли мы силу сегодня, братья и сестры, оставить сегодня, как было сказано, мобилки, оставить мобильные телефоны, оставить интернет, оставить все и сказать, «Господь, во имя Твое, иду свидетелем! Аминь! Аминь! Иду свидетелем!» Мои дорогие, без силы Божьей не будешь свидетелем! Аллилуйя! Аминь! Без силы Божьей не будешь проповедовать! Без силы Божьей не сможешь сказать, что эта бутылка не для меня! Аминь! О, я сегодня хочу задать один вопрос! Братья и сестры, имеем ли мы эту силу сегодня? Имеем ли мы здесь эту силу, слыша Слово Божье? Мои дорогие братья и сестры, имеем ли мы силу сегодня освободить карманы наши? Аскабара-бара-раудес! Аминь! Не только в сердце, но Бог видит и в карманах ваших, что лежит! Аминь! С чем вы пришли на это место, Бог видит! Аллилуйя! Аминь! Аба-отче, Бог видит записи на ваших мобилках! Аминь! Аба-отче, Он видит, сейчас идет контроль Божий! Аминь! Готов ли ты на встречу с Господом? Можешь ли ты поднять эту мобилку пред лицем Вечного Бога и сказать, Господи, взгляни, что на ней записано? Аскабара-бара-раудес! Если сможешь, небо ответит сегодня! Аллилуйя! Пришли сотни записок! Аба-отче, но если твое дерзновение есть сказать, Господь, взгляни в мое сердце, взгляни на мою жизнь! Аминь! Он взглянет сегодня! Аминь! Он взглянет сегодня и придет победа Божья! Аллилуйя! Аминь! Аба-отче, Он найдет тебя в камере! Он найдет тебя в больнице! Он найдет тебя в палате! Он найдет тебя в этой толпе народа! Он найдет тебя! Аскабара-бара-раудес! Аллилуйя! Аминь! А если не свободно, выкидывай сейчас! Аллилуйя! Решай сейчас! Аллилуйя! Аминь! И небо наклонится! Аминь! Аминь! Ибо сегодня Дух Святой есть, действуешь здесь Слава Богу, аллилуйя, аминь Контроль Божий прошел, або отче Аллилуйя, а за ним идет решение Божие Аллилуйя, аминь Пусть сила Святого Духа продолжит, аминь, молимся Слава Богу, аллилуйя, аминь Слава Богу, аллилуйя, аминь Слава Богу, аллилуйя, аминь Хвала Тебе навеки, аллилуйя, аминь Благословен Бог, гребен, гребен, гребен. Сила Романа Удасана. Аллилуйя, хвала Тебе, Боже. Хвала Тебе, Господь, аллилуйя, аминь. Искав Романа Удас. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Братья и сестры, на этом месте контроль Божий прошел, но наш контроль пусть будет нашего сердца. Скажите, если здесь, на этом месте, есть те, которые потеряли силу, силу Духа Святого. Аминь. Переступили границу между тьмою и светом. И сила Божья отошла, если таковые есть. И желаете, чтобы Бог обновил? Аминь. 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 В чьих мобилках сейчас написано то, что не угодно Богу? Аминь. Я прошу, если таковые есть, и хотите покаяться пред Богом, поднимитесь в свои руки. Аминь. Не стыдись поднимать его, что видит Господь. Если хочешь победу, придет победа. Если умолкнешь, умолкнет небо. Аминь. А что будет завтра, не знаю. Но сегодня есть сила Божья. И сила Божья для прощения. И сила Божья для прощения. Аминь. И покайся пред Богом. Аскабара-бара-раудес. Аминь. Алилуйя. Аминь. А если в машинах есть неугодное Богу, знай, что видит Господь. Алилуйя. Аминь. Придешь, убери. Не вывози с этого збужа, а выбрось его сегодня здесь. Аминь. А если есть в карманах сегодня, сейчас, выкидывай сейчас здесь, где стоишь. Аскабара-бара-раудес. Аминь. Выкидывай сигареты. Аскибри-бри-эр-бара-раудес. Выкидывай картинки. Аминь. Ибо сегодня есть милость Божья. А завтра я не знаю, что будет. Аминь. Алилуйя. Сегодня идет контроль Божий. Аскибри-бри-бри-эр-бара-раудес. Алилуйя. Аминь. Алилуйя. Аминь. Квала вечному Богу. Або Отче. Это служение не буквы, но Духа. Мои дорогие братья и сестры. Алилуйя. Аминь. Я вижу ваши лица, но Господь видит ваши сердца. Алилуйя. И видит мое сердце. Слава Богу. Аминь. Аминь. Он хочет дать силу сегодня. Готов ли ее принять? Готов ли принять силу Божью? Або Отче. Если готов. Алилуйя. Аминь. Открой свое сердце. И убери чужих богов из сердца. Аминь. Убери музыку чужую. Алилуйя. И придет сила Господняя. Аминь. И пойдешь свидетелем. Пойдешь свидетелем, как сестра Женя. Пойдешь свидетелем. Пойдешь свидетелем, как эта девушка. Аминь. В Чикао пойдешь свидетелем. Алилуйя. Что ты есть пентакостал. Что ты есть пятидесятничка служения. Хвала вечному Богу. Исполнена силой Святого Духа. Ас-кабара-бара-раудас. Алилуйя. Аминь. Итак, молитва. Господь слышит молитву. Если нужно каять, закайся. Алилуйя. Аминь. Если нужно просить Бога прощения, проси. Но выбрось это все. И придет ответ Божий. Алилуйя. 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 Я верю, братья и сестры, что этот день сотворил Господь. Алилуйя. Аминь. И собрал нас на это место. Слава Богу. Алилуйя. Аминь. 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 Хвала вечному Богу. Мои дорогие, молимся. И говорим Господу все, что на сердце. И оканчиваем эту молитву. Господь. Алилуйя. Аминь. Ты слышишь моление каждой души. Ас-кабара-бара-раудас. Твое лечение идет в стане народа. Перевязка твоя идет. Алилуйя. Аминь. Араме нафаску битираудас. Подай твою милость, Боже мой. Алилуйя. Аминь. Положи бальзам целительный на сердце человека. Аве очи. И дай свободу. Аминь. Алилуйя. Выпусти измученных на свободу Аллилуйя, омой своей кровью Аскабараманаудасамена, Аллилуйя, Аминь И одари силой Твоей Ты видишь, эти руки подняты к Тебе Идет вопель народа к Тебе Господь Аскабараманаудасамена И мы молим Тебя, выслушай эти моления Аллилуйя, выслушай моления Аминь, не нам, но Тебе слава Ибо Ты спасающий, Ты умирал, Твоя жертва Твоя кровь, Аллилуйя, она сильна, умывает слава Тебе И мы просим, продли это служение И надели силой Твоей И Господь, выведи, Господи, из этого места Божия Новыми людьми, свидетелями Во имя Сына Твоего, Иисуса Христа Аминь, Аминь, Аллилуйя, Аминь Аллилуйя, Аминь Надели силой Твоей, Аллилуйя, Аминь Быть верным свидетелем Або Отче, Або Отче Жить для славы имени Твоего Аллилуйя, Аминь Вала Тебе навеки Пусть продолжается эта волна Твоя Аллилуйя, а Ты, Боже, наполняй сердца А мы Тебя за все благодарим Благодарим и просим, останься с нами И веди нас, Господь А мы Тебя за все благодарим Отец, Сын и Дух Святой Аминь Неужели дети отца забыли голос, что позвало за собою в первый раз? Неужели дети отца забыли голос, и другие слышат голоса сейчас? Почему же в доме, где я вас собираю, вижу столько слез от горечи в душе? Почему же в этот, в этот час последний, о любви, что я завещал забыли все? Нет, другой голковый для меня не будет Я на счастье ваше уплотил с волна Сердцем сокрушаюсь, когда их божьим детям Очень незаметно подходит Сатана Нет, другой голковый для меня не будет Я на счастье ваше уплотил с волна Сердцем сокрушаюсь, когда их божьим детям Очень незаметно подходит Сатана Для меня нет больших Для меня нет меньших Для меня нет меньших Я любовь свою нам Одинако падаю Почему в моем детям Почему в моем детям остыла годность? Я в больших и малых в руке своей краю Моя невеста Не покинай Не покинай мне дома Как в своих ладонях Как в своих ладонях Чистой Моя невеста Моя невеста Не покинай Не покинай Моя невеста 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 Моя невеста